Большая борцовская юрта долгое время была лишь мечтой для жителей села Саяны. Но судьбу они взяли в свои руки. Местные тосовцы выиграли грант почти на 600 тысяч рублей и начали строительство. Об этом быстро узнали и еще 2 миллиона 200 тысяч поступили по дальневосточной субсидии. Для развития спорта, для развития борьбы, такие условия и такие помещения нам необходимы. И когда появилась инициатива от жителей сельского поселения Саянска, мы сразу же ее поддержали, как говорится, всеми силами, возможностями. Здание не просто красивое, но еще и вместительное. Раньше маленькие спортсмены занимались в зале местной школы. Но из 40 учеников он мог вместить лишь 10. Сейчас места на ковре достаточно всем. Радость новых открытий разделили с земляками и в Хужире. Там также распахнула двери новая борцовская юрта. Инициаторами стройки снова стали участники ТОСа и администрация поселения Бурунгольская. Объект строили два года. В итоге, помимо голого ковра, у детей появились раздельные раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы и душевые. Хочу сказать спасибо руководству нашего района по главе Матвея Валентиновича за то, что построили такую юрту для наших детей. От нас что требуется? Будем сейчас тренироваться еще усерднее. Два раза будем выкладываться, на 100% будем выкладываться. Всегда приятно, когда у нас что-то появляется новое. Школы, детские сады, борцовские юрты, библиотеки, сельские дома культуры. Главное, чтобы жизнь была, развивалась, чтобы жизнь становилась лучше, интереснее, насыщеннее. Чтобы нашим детям было где заниматься, расти, быть полноценными, развитыми, готовыми к жизненному пути. Деревянная юрта обошлась почти в 2 миллиона 600 тысяч. Теперь до полусотни маленьких спортсменов смогут с удобством тренироваться и ставить большие цели. Мария Кравцова, Новости дня.